МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Это утро в большом городе, и мы за вами соскучились. Будем вам еще больше давать нужной, важной, полезной информации, без которой день не будет полным. Итак, на чем будем останавливаться подробнее? Слушайте! Наказание для неприкасаемых. Народные депутаты не привыкли отвечать за свои проступки и даже преступления. Как призвать к ответу избранников? Какие санкции ждут злостных нарушителей правопорядка? Все узнаем у Николая Галомша, первого заместителя генерального прокурора Украины в 2014 году. Трагедия в Непале. Краину сколихнув в другий землетрус за останні кілька днів. Что там происходит сейчас? Сколько украинцев пропали без вести? И сколько удалось вывезти из эпицентра лиха с на Евген Прибийниц, выполняющий обовязки директора департамента информационной политики Министерства закордонных справ Украины? Пять лет на пути к мечте. Президент Петр Порошенко пообещал до 2020 года сделать все возможное, чтобы Украина могла претендовать на полноправное членство в Евросоюзе. Был ли самимент Украины и ЕС по-настоящему судьбоносным для нашей страны? Поговорим с первым заместителем министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Еленой Зеркаль. Ребята, у меня чудовищная новость. Я не знаю, как страна это переживет, воспримет. У народных депутатов задержка. Задержка зарплаты. Им не выдают денег. Ребята работают практически за свои. Им еще за апрель не заплатили. Более того, им еще их скромненькие 6 тысяч депутатские могут урезать до 4 800. Я хочу напомнить, что недавно они повысили зарплату до 17 тысяч. Но глава Рады Владимир Гройсман объяснил изумленной публике, что нардепы проголосовали только за возможность повышения. То есть не повысили, а так решили. Но мы же можем. Можем. Я, честно говоря, не понимаю всякий раз, почему ты так радуешься низким депутатским зарплатам. Поверь мне, если депутату платить 4 800 гривен, то ты даже в теории от него нормального законотворчества попросить не можешь. Потому что расскажи мне, например, как приезжаю на город нибудь депутат за 4 800 гривен в течение месяца. Думайте, просто одно речень. Мы расставим крапки над «и». Если высокая зарплата будет гарантовать то, что депутат не будет красным, не будет заниматься коррупционными брутками, нехай отриму хотя бы 100 тысяч гривен, но нехай займается и иншим населением. Далее, так все, хлопцы, тихо. Нет. Мене, как и еще 200 тысяч користувачів YouTube, просто приголомшло однее відео. Давайте мы на него подивимось. Это «Гимн на Вороссии». Мы пушками покажем, кто кому здесь брат. Это такая породия, которая стала очень популярной за последние несколько дней на YouTube. Ну, все ж таки тут одразу все відео заблокували на YouTube, але мы знайшли ось цей шматон. Покажи мне его, покажи. И послушайте, и подивите. Давайте подивимось. Просто рвало весь интернет всі вихідні. Ну, таки критливі хлопці наклали туди ось такий текст, ось такі фотографии. Саме тому це відео так швидко почали видаляти з YouTube і взагалі там з інших соцмереж. Ну, я думаю, достатньо. Тобто ти так вже зрозуміла? Ну, не знаю. О вкусах не спорю. В конце концов, є 200 тисяч пользователям, которым понравилось, і є я, которому нет. Ну, какая Новороссія, такий юмор. Все. Россія порвала дружбу. Ну, біда у них такая произошла. Вдвое сокращены поставки в Європу по причині того, що произошел розрив труби нефтепровода. Дружба. Я не издеваюсь. Руководство Транснефти поспешило предупредить, що може не успеть до конца апреля перекачати все, що обещали. Аварія произошла на території Белоруссії, так що хоча б теоретически можна предположити, що правий сектор тут не при чому. Пока що інформації об об'ємі разлитой нефти і екологічному ущербу немає. Будем надіяться, все обійдеться без техногенной катастрофи. Ну, а вообще, опять же, забавненько. Расскажи мне, чим заинтересовала эта новость именно тебе? Меня заинтересовала эта новость тем, что обычно любые свои проблемы Россия обосновывает тем, що либо правий сектор виноват, либо проклятые оппозиціонери. Найти оппозиціонера в Белоруссії, наверное, даже немножечко сложнее, чем найти там представителя правого сектора. Я с любопытством жду, как будут обосновывать, кто порвал дружбу. Друзья, кстати, ще одна последняя новость, которая, на мой взгляд, стоит того, щоб її узнали. Це новість о том, що в Крому тем людям, які брали кредит украинських банків, розрешили ці самі кредити украинським банкам не возвращати. Діло в тому, що жителі полуострова суммарно занимали порядка 2 млрд доларів, взяли в кредит украинських фінансових учреждень. А власні полуострова заявили, що никаких возвратів ждати не стоит, що все це буде рішаться на міжгосударственному рівні між Москвою і Києвом. В цьому всім нехорошо то, що я взагалі не знаю, що тут може бути хороше, тому що, на мій взгляд, коли ти береш кредит у банка, це таке джентльменське соглашення. У банка немає своїх собственних дінь. У нього є тільки те діньки, які туди люди приносять депозитами. Тобто, по большому счету, одним гражданам України разрешили не возвращати деньги другим гражданам України. Не знаю, що от этого могло быть хорошого. Ну, так чи інакше. Хочеться щось хороше послухати. Ну, хороше. Тогда пойдемте, друзі, а со мной в зоне нас кафе я вам расскажу багато всього заболу. Антон, це дівчика. Почему? Попробово. Кофе хочеться. Итак, отстановимся. Друзі, телеканал ICTV запускає нове юмористическое шоу. Звездні шоумені, лучші юмористы. В общем, все то, що сейчас редкость, хороше настроение буде в огромному количестві именно в нашому новому шоу. Какі комики готовились к выступлению, вам расскажет Даша Селфі. ДИЗЕЛ ШОУ Мені, напрямі, відчинається Женечка, Йогор... Да що! Чуваки, смотрийте, що я нашел. Чого це? Камерка, на вулиців валялась. Так, дай, це моє, слухай. Це ребята із ДИЗЕЛ ШОУ. І зараз ми о них знаємо. Все. Як ви настраєтесь перед выходом на сцену? Маме спокоїться. Ми п'єм. Выглядит це дуже интересно. Вот так. А не слышно, да? Щас запах не передається. Тоже випили? Нет, пока нет. Хочете, я вас обнюю, щоб ви не волновались? Давайте. Эх, обнялись все. І, ну, вот так вот по спинці друг друга. Хорошо, що я не п'ю, у мене ніхто не хлопаєт после цього. Женя, мені дуже хочеться вас обняти. Можна я вас обнюю? Пожалуйста, якщо... Вообще, ви такий хороший. Я прям влюбилась. А ми можемо сейчас вместе придумати какую-то шутку? Конечно. Ну, ти должна сначала выучиться на сценариста. Ти должна пройти через постель продюсера. Кстати, я продюсер. Ну, я думаю, ты уже в курсе. Ты уже в Верховной Раде побывала. Это тоже шоу-бедно. Но я не через постель. Нет. Нет. Напрасно. Я вам просто сейчас называю слово, и вы пошутите. Обезьяна. Сама такая. Давайте о любви. О любви к чему? К женщине. Любовь зла? Полюбишь. Успокойся. Нечего перебирать. Не то время. Анекдот. Давай, анекдот. Анекдот. Знаете, почему блондинка открывает йогурт в магазине? Потому что написано открыть здесь. У меня вопрос. Почему вот волосы растут так медленно, а корни отрастают быстро? Я не знаю. Смех подложите потом. Это жестко. Женщина там есть? Дизель-шоу лучше. Кто не был на концерте дизель-шоу, ждите, когда это будет показывать по телевизору. Это будет ваш второй шанс насладиться отличным настроением, которое дарит эта команда. Подаруй мне тоже красивый настроение. Что у тебя такого дивовижного? А ты мне? Подари мне хорошего настроения. Хорошо. Так, Нескафе Классик бодрит с утра, а мы продолжаем, друзья. Следующее видео я мог бы охарактеризовать несколькими не очень приличными словами, но мне запретили. Поэтому давайте поговорим о том, как устроена армия. Нашу, как устроена, мы уже давно все видим, а я вам сейчас покажу знаменитую, пугающую российскую армию, как тренируются вежливые люди. Давайте, смотрите видео и поймите, что все не так страшно и не очень вежливо. Вот так в солдатах пробуждают злобу, когда заставляют петь песенки Барби. Я думаю, таким образом у них еще и прекрасно могут поднять настроение. Ладно, поехали дальше. То, что лично меня очень позабавило, новое приложение для телефонов набирает все большую-большую популярность. Что там нового? Я думаю, Юлечка его тоже видела, потому что она у нас всегда следит за подобными новинками. Итак, появилась новая программа, которая позволяет из любой фотографии сделать мультик. То есть ты становишься участником некого мультпредставления. Фотографируешь лицо, создается 3D-модель, все дела, и потом эта 3D-модель творит все что угодно. В интернете уже тысячи, миллионы перепостов того, как мультики были сделаны с Обамой, с другими политическими деятелями. Множество всего. Вот смотри, например, пример. Поющий Обама. Так я тебе скажу, это же не такая же новая программа. Я такие мультики рубила еще до колька роков. Вручную рисовала, да? Я так понимаю, что где-то в сети валяется теперь наш с тобой Антон ремикс на Бивиса и Батхеда в исполнении, подготовленной Юлей. Ну, в общем, очень популярная программа, что для себя, не могу понять, и что меня удивляет, программа существует исключительно в варианте с китайскими иероглифами. Это то ли весь мир настолько сообразительный, а я нет, то ли интуиция у людей так шикарно развита. Это для того, чтобы вчили мову, Антон. Для того, чтобы вчили мову. А, ну, естественно. Хорошо, поехали дальше. Прогресс. Вот люблю показывать примеры, когда реально прогресс вступает в нашу жизнь. В Японии изобрели солнечные электростанции «Плавучие». Вот так они выглядят. Это впечатляет, действительно, смотрите, какая огромная площадь. Они смогут обеспечивать электричеством около 920 расположенных рядом домов. Для строительства таких станций было использовано более 11 тысяч специальных модульных креплений. И общая мощность, я не знаю, это много или мало, но звучит 3300 мегаватт-часов энергии в год. Ну, специалисты говорят, что весьма неплохо, я не знаю, но меня вот сама вот вид этого впечатляет. Ну, представь. Какая-то там площадь, я так и назразумела? Ну, там много. Скажи просто, там дуже богато. Дуже богато. Я предлагаю продолжать уже немного с серьезными новостями. Я посмотрю еще в интернете, что вас может позабавить. Ну, а пока Антон все-таки занимается своим любимым интернет-серфингом. В двух словах. В чем логика так называемых ДНР, ЛНР? Это жить по флагам России, но при этом, чтобы тебя кормил Киев. И на территории у жителей оккупированных областей огромное количество проблем. Но при этом во всем винят боевики, так называемую киевскую хунту. А куда, собственно, деваются налоги самих налогоплательщиков из Донецка и Луганска? Вот этой темой, равно как и всеми сопутствующими, заинтересовались наши коллеги из программы «Антизомби». Прямо сейчас им слово. Сила, жесткость, охват, и чтобы Новороссия вернулась в Россию. Возник политический субъект под названием Новороссия. И он будет оказывать огромное влияние на всю Украину и вообще на весь русский мир. Они обещали русский мир. И не обманули. Говорите, говорите правду. Гуманитарная помощь, где она есть? Ничего не получаем. Разрушенные города, повальная безработица и космические цены на самые необходимые продукты питания. Я не знаю, на чего они сподевались, потому что это была действительно сутью российской пропаганды. Никто никого ни где не отримает. Например, те сами шахтари, которых Украина отримала все 23 года, они могли бы знать, что Россия потеряла субсидии на Вогин и Валуз еще в 90-е годы. И каналы пропаганды активно взялись кормить народ двойными порциями сладкого вранья. Так и не дождавшись денег от Киева, власти Донецкой и Луганской областей на этой неделе сами начали выплачивать пенсии. В отличие от официальных украинских властей, они не могут себе позволить, чтобы старики умирали с голоду. Кремлевская пропаганда, обещавшая людям золотые горы, быстро нашла виноватой. Обвинили украинские власти в социальном геноциде. Именно так расценили решение Киева не выплачивать пенсии и пособия жителям Донецкой и Луганской областей. Общественные организации Донбасса призвали президента Украины Петра Порошенко, Верховную Раду и Кабинет Министров Украины, цитата, «Не обрекать стариков и всех нуждающихся на голодную смерть и нищенское существование». Оказывается, деньги людям должен вовсе не Кремль, который это все затеял, и даже не Плотницкий с Захарченко, а Киев. Вот только куда деваются налоги, которые люди с оружием собирают на оккупированных территориях? Мы сейчас, только сейчас получили информацию, что в этом месяце все налоги остаются уже у нас, а не в Киеве! И почему на фоне их показного шика рядом голодают люди? Неужто все истратили на новую машину жене террориста Моторолы? Кажется, все осознали и жители подконтрольных террористом районов. Фосы и голые, и голодные! Каждую пятницу в 2020 на нашем канале прямо сейчас слово нашим коллегам из программы «Факты». Вернемся в эту студию совсем скоро. Доброго ранка всем, кто щойно прокинувся. Это «Ранок в великому месту» на телеканале ICTV. У нас только важная и необходимая для вас информация, что прямо сейчас я начну акцентовать внимание на том, про что поговорим в этой студии более детально. Увага! Гробисть, наглость и нецензурная лайка. Почему украинцы перетворяются на нацию хамьев? Дизнаетеся в нашем сюжете. Наказание для неприкасаемых. Народные депутаты не привыкли отвечать за свои поступки и даже преступления. Как призвать к ответу избранников? И какие санкции ждут злостных нарушителей правопорядка? Узнаем у Николая Агаломша, первого заместителя генерального прокурора Украины в 2014 году. Трагедия в Непале. На страну обрушилось второе землетрясение за последние несколько дней. Что происходит там сейчас? Сколько украинцев пропали без вести? И скольких удалось эвакуировать из эпицентра бедствия, знает Евгений Перебиниц, исполняющий обязанности директора департамента инфрополитики Министерства и странных дел Украины. Самые свежие информации с первых рук не пропустите. На выходных мы продолжали следить за тем, что происходит в мире. Тебе ничего не скучает в картинке? Да нет. Нормально, как обычно, нас сверху сбоку показывают. Это традиция. Ранак.сетв.ua, друзья, именно там есть полный и всеобъемлющий доступ к веб-камерам, которым сейчас пытаются, мы пытаемся туда... Мама. Ну, теперь вы, Антона, у него, до речи, было что-то важное. Да, может быть, у меня расчет на это строился. В общем, то, что я хотел вам похвастаться, за то, что даже на выходных мы не расслабляемся и следим за тем, что происходит в мире. Итак, топ дуростей, которые реально нас повеселили. Надеюсь, вас они развеселят не меньше, чем нас. То, над чем смеялся, реально смеялся я, это над, скажем так, безысходностью и печалью президента Нурсултана Назарбаева. Он, вот, у него тоска в глазах была, когда он разговаривал с людьми, после того, как за него проголосовали на выборах 97,7% населения, и он говорит, что, ребята, уважаемый Казахстан, мне вот прям неудобно, что же делать, вздыхает Назарбаев, но, видимо, я опять президент. И все такие, да ладно, да не может быть. Неужели, ну, Нурсултан, помимо, я в упорнейшей борьбе просто вырвал, так сказать. Букмекерские конторы такие, мы разорены, кто мог предсказать, о боже. Ладно, ты представь мне сейчас, начало, 20 лет не выходить на улицу, не расплачиваться в магазинах, не держать в руках бумажных денег. И единственный, кто его понимает, это Лукашенко. Да не только Лукашенко, там еще можно по всему, собственно, за Кавказью и Центральной Азией пробежаться, кроме Тергизии, везде одна и даже история. Еще ты знаешь, а в тому счет я уже дуже хочу свое рассказать, а я тебе дозволю першую. Друзья, в России новые жертвы тверкинга, а точнее танца трясущихся ягодиц, если вас будет точным. Забили кого-то, причем? Да, дело в том, что три девчонки в Новороссийске на фоне монумента станцевали, вот давайте у нас есть даже ролик, исполнили такой себе танец, ими сразу заинтересовались силовики, и более того, доходят уже до маразма, потому что трех девчонкам присудили от 10 до 15 суток административного ареста за, цитирую, исполнение слишком уж эротических движений. То есть остальных они посчитали неэротичными. Вот ты, ты, ты симпатичные. Сочли, что они виноваты в том, что танцуют они на фоне мемориала «Малая земля» в Новороссийске. Я, конечно, понимаю, что это, кстати, во время Набрежнева был построен этот мемориал, потому что он написал одноименную книгу, всячески подчеркивал, как он героически воевал на Малой земле. Слушайте, ребята, это просто история про то, как в России от 10 до 15 суток дали молодости. Потому что, ну, я не знаю, у меня нету как бы. Мне очень повеселил комментарий этого депутата Милонова. Ну, знаете, этот странненький, он говорит, тупые козы. Ну, там, нет, я вважаю, что после того танца школярок под названием «Бджилки», который тоже там просорвался интернет, это еще абсолютно нормально. Слушайте, что образило меня. Да не нормально то, что 15 суток дали. Не нормально, взагаля, это ситуация не нормально. Да не два года дали, посирают за песню, теперь за танец 10 суток. Никто ничего не каже. Ну, вам интересно, что я вам хочу сказать? Конечно, извините. Ну, то есть, слушайте. Послушайте, какая неприемность сталася с российскими дизайнерами, творчими такими людьми. Они подготовили до Дня Перемоги, до 9 травня, витальні плакати. Но они не враховали одного такого момента. Потому что, насправді, они использовали популярные снимки американских солдат в часах Другой святой войны. А вот другая фотография, покажите мне другую, это, взагалі, это немецкие солдаты, которые снялись на разбитом танку. Не-не-не, это как американские солдаты поднимают на Гуадал-канале, американский флаг. И когда его используют для того, чтобы показывать, как советские солдаты, водорожают. Ну, то есть, вот эта вот фотография, это вообще... О, ось тепер танк. Вот это вот немцы во Львове. Так. Це я просто, я ж до чого веду? Ну, розумієте, можна сказати, що дизайнеры, вони людотворчі, вони так бачать. Ну, просто не знати своєї історії, ось так трошечки, обростовалося це, як кажуть. Сперва ти делаєш із історії Великой Отечественной гражданскую религию, потом все начинают на этом зарабатывать, а потом ти удивляєшся, почему у тебе немецкі-американскі солдаты з бигбордів смотрят на улицы российских городов. Поехали дальше. Давай. Дизайнеры, дизайнеры. Давайте так, продолжая тему дуростей, наши коллеги из программы достало. Топ-дуростями они прошлой неделе так конкретно озаботились, и мы выбрали из них только три. Самая яркая, на наш взгляд, и я предлагаю посмотреть вам именно эту подборку. Энаїда Підтабу. В окупованому Луганську классичную поэму Ивана Котляревского оголосили нацистской літературой, під заборону потрапила и світова классика. Не пощастило роману про пригоды бравого солдата Швейка, який прирівняли до творів Гітлера та Геббельса. Загалом, під приводом боротьби з коричневою чумою, з українсько-канадської бібліотеки вилучили понад 30 тисяч книжок, а сам заклад закрили за пропаганду українського націоналізму. За два десятка лет, что прошли с момента деятельности центра, на этих исторических подделках выросло не одно поколение националистов, ярых поклонников Бендеры и Шухевича. Головным борцем із книжками виявився псевдоісторик Юлій Федоровський. У робочий час він займається плагіатом, а вечорами бавиться полуничкою. Достойна кандидатура, аби оцінювати гені Котляревського. Для Росії, от її Єрусалім, в Росії, в Києві. І антихрист зараз в ньому сидить. Він висів. І він увлек свої ідеї умови українців. Росіяни знайшли новий привід для окупації Донбасу. Бойовик із позивним «Монах» запевняє, що рятує місцеве населення від антихриста, який засів у Києві. І лише самопроголошені республіки – осередок добра та світла серед цього царства Муроку. От тільки заяви про духовність в окупації суперечать візиту до Луганська відомого порнорежисера П'єра Вудмана. Геній Полунички приїхав на Голодний Схід шукати героїн для нових фільмів. А його візит перетворив ледь не на подію року. Навіть кастинги з претендентками демонстрували на своєму телеканалі. Воно й не дивно, під прикриттям православ'я бойовики нарешті знайшли свою нішу у світовій економіці. Я не я, ракета не моя. Раніше росіяни не визнавали присутність власних військ на Донбасі. Тепер намагалися відхреститися від ракети, яка не захотіла летіти у стратосферу. Керівництво космодрому Пласецьк, де трапився інцидент на запитання, хто здійснював запуск, лише розводило руками. Аналогічно вчинило і командування ракетних військ. Лише після тривалого розбору польотів ракета невдаха таки знайшла свого господаря. Ним виявився державний концерн Алмаз Антей, який визнав провину. Без злату власні оселі не заважає росіянам шукати життя за межами планети. До цього навіть нові літальні апарати у космос запускають. Навіть якщо їм вдасться покинути межі космодрому, незрозуміло, яким чином знайдуть прибульців ті, хто не може знайти на Донбасі тисячі власних солдатів. І ракети, котрі падають чи не щодня. В Росії всіма силами сейчас піднімають патриотизм. Я думаю, ви обращали внимание, якщо хоча б раз включали якісь російські телеканалу чи просто СМІ. Друзі, вначале основною ідеєю було православие, патриотизм і православие. Потім появилась нова ідея – давайте ми победимо інтернет і создадим свій під названням Чебурашка. Тоже була дуже популярна ідея. А тепер вообще супер ідея, яка гениальна, гениальна, хто це придумав. А давайте об'єднім православие і Чебурашку. Смотрите, яка інтересна штуковина получается. Ніколи не подумав, що ми вже таке почутаємо в такому виконанні. Та, по-моєму, мило. Ну так неочіповано трошки. Ну неожиданно, загласен. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Тож, маєш, хокий мультик с таким, а таку звичкою і вийде. Мі-мі-мі-мі-мі-мі. Це воно тот случай, коли шутіть не треба і так все смішно. Я не знаю, як це по-другому прокомментирувати. Вчера сиділи, розглядывали, долу сміялись і патаються понять, зачем. Поехали далі. Може ли бить грузовик клептоманом? Именно этим вопросом задались мы при просмотре следующего видео. И в итоге пришли к мнению, что, ну, явно же видно. Может, вот сами смотрите. Такой вот. Ту-дух, 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 ту-дух. Видишь, точка какая хорошая? Возьму себе. Поехали. Сухай. Ой-ой-ой. Ой, ты понимаешь, это вот такая драматургия. Ой, а что там будет дальше? А дальше будет вообще с бампером его за дверную арку, за колесную арку. Ой, господи. Я просто представляю, сколько там будет следом эмоций. Тут бразильские сериалы курят просто. Ой-ой-ой. Я просто себе представил. Да, как где человек приедет на парковку, а где моя машинка? А где-то подрезанью. Я не знаю, куда уехала. Продолжаем. Юная девушка-боксер поразило мое воображение. Ну, то есть, нет, я, конечно, там фанат Кличко и все дела. Но эта девочка, она робот какой-то. Я не представляю, как живой человек может с такой скоростью это отрабатывать. Вы посмотрите, если она сохранит вот навычки, то... А она же совсем маленькая. Сколько? Ей 8 лет. Так а ну, покажи нам. Представляешь, ей в 15 кто-то нахамит. Слушай, уявляешь, что ты... А ты уроки сделала. Посмотри технику. Хоп-хоп-хоп. Слушай, ничего особи шутки с реакцией в ней. Ну, она, напевно, долго займается, потому что... Вот такой вот дочкой не заграли из детского сада. Такую дочку, может, попробуй ее потом накажи, в угол поставь, да? Дочка, ты должна была быть дома в 10, но пришла сегодня к утру, и хорошо, что пришла не бей папу. И, ну, как на меня, Бог абсолютно не девчача, не жіночий вид спорта. Краще бы она занималась балльными танцами, как на меня, але видовочно, гарно, гарно, гарно. Друзья, мы вот поговорили с вами про всякие, ну, хорошие, смешные вещи, а теперь настало время поговорить про серьезное. Я хочу уйти отсюда и ставить где-нибудь вот... Эй, пятая камера, посмотрите на меня. Пятая камера, смотри на мое лицо. Я обычно хихикаю с вами, а иногда говорю серьезно. И вот сейчас абсолютно серьезно. Я в который раз вам сейчас буду показывать видео, которые лично меня возмущают и бесят. И я в который раз хочу обратиться к людям, которые, быть может, есть на этом видео, либо свое поведение узнают в том, как ведут себя люди на следующем видео. Если вы на дороге ведете себя как персонажи следующей подборки, вы не достойны звания даже млекопитающего. Потому что млекопитающее – это существо, у которого есть мозг. Это, ну, вы, у вас, скорее всего, только рефлексы есть и самомнение. Неизвестно, откуда взявшись, учитывая, что мозга у вас нет. Покажи еще там же, как правило. Смотрите видео, как люди ведут себя на дороге, как инфузории туфельки. Агрессивные инфузории туфельки. Ну, покажи уже. Ну, вот, жду, когда покажем. Вот едет человек по дороге. Ну, почекайте, ну, тут же какие-то погодные умовы могут быть причинами. А тут же на стиме… Да, действительно, это не вина людей, на самом деле, в большинстве случаев. Ну, вот, кроме этого здесь. За секунду запомнился. Погодные условия погодными условиями. Ну, вот здесь вот что произошло? Вот это вот, погодные условия. Не, ну, кстати, первые кадры, это были так, это были справедливые погоды. Вот тут без комментариев. Пишохидный перехит и тут на тебе. Знаешь, когда человек так себя ведет, кто-то говорит животное. Я говорю, что животное себя, ну, настолько тупо не ведут. У них есть логика в поступках, это выработана эволюцией. Ай, слухай. Это называется фарш. Люди так становятся оптимистами. Люди так становятся еще и инвалидами, если такой вот идиот за рулем ведет себя неаккуратно. Поэтому я очень надеюсь, что подобного ханства на дороге станет меньше. Думайте о том, что вы делаете. Думайте о том, что каждый человек вокруг, это чей-то брат, что это вот девушка идет, это чья-то мама, чья-то сестра. И если вы за рулем ведете себя безответственно, вы обрываете чью-то судьбу. Если вам так хочется повыпендриваться, езжайте на пустую полосу, разгонитесь и найдите себе бетонную стенку. Если вам так хочется очень этого. Если нет, будьте вежливы на дороге. Ведите себя как люди, как люди нашей следующей подборки. Да, это такая, вот эта подборка, она, звичайно, безборушливая. Да, ну это тоже надежно, да. Здесь вот вопрос о родителях ребенка мне вот интересен. Бачишь, тут в Паде очень много факторов. Тут бабусю перевезли через дорогу. Хотя, подивись, где пешеходный перехід. Ну, он, заяць же есть знак. Ой, какая милота. Это уточек перевозили. А это бабушка уже. Класс. Ну, знаете, на такой оптимистичной ночи хочется продолжить. Адже хамство на дорогах – это такое понятие. Есть такое понятие, как культура водения. Но погодьте себя, очень часто мы стикаемся с хамством даже в таких повсякденных вещах. В транспортах, в магазинах и так далее. Чему хамство стоит для украинцев, ну, нібито нормой. Давайте подивимся взагалі, яка же история этого понятия и что нас, возможно, чекает дальше. Увага в сюжет. Украинцы перетворюются на нацию хамов на дороге. У громадському транспорті. Та просто вдома ми псуємо настрій один одному. Когда человек выражает агрессию, когда он защищается от неуверенности в себе, от каких-то страхов и от каких-то своих комплексов. То есть, в принципе, хамство – это защитная реакция неуверенного в себе человека. За данными социологических исследований, 40% украинцев грубість та нецензурні слова вважают нормою. Та хамство не є национальною рису украинців. Як стверджуют психологи, така поведенка – наслідок бідностей та боротьбы за выживание. Если сравнить с людьми, которые живут в Европе, в Америке, они ходят и улыбаются. Они уверены в себе, они чувствуют себя свободными от быта, от того, что происходит вокруг. Мы, украинцы, про себя этого сказать сейчас не можем. Нестабильная ситуация в стране, стресс, собственные комплексы, невпевненность у завтрашнего дня – все это провокирует нас на грубість та вживание нецензурных слов. Если человек постоянно напряжен про сегодняшний и завтрашний день, про свою жизнь, он находится постоянно в состоянии стресса, хотите, не хотите, чисто рефлекторно у него возникает эта защитная реакция. Когда мы слышим хамство у свою адресу, у большинства людей реакция однакова. Теж відповісти хамством. Мы как бы чувствуем, что он в чем-то круче, в чем-то нас сильнее. Это нас заводит, это нас угнетает. Как это так? Мы как бы тоже не ликом шиты. И хочется доказать, что неправда, ты меня не превосходишь, ты не сильнее. И человек включается в эту борьбу с самолюбой. Таким чином, разговора переростає у конфликт, а очень часто еще и у сварку. Мы просто начинаем умирять, кто из нас крутейший, подбирая все больше образливую и нецензурную лайку. Та уникнуть конфликту с хамом легче, чем, кажется. Достаточно запамятать кілька простых методов. Первый. Отповедите на хамство философской фразой. Философская фраза спутает нашего грубияна с пантеликой. Он просто остановится и не поймет, что произошло. Метод второй. Пожалейте бедолаху. Просто так, знаете, сочувственно, весело улыбнитесь и подумайте про себя. Ну ты и дурак. И вот в этой улыбке он прочтет по вашей мимике вот эту фразу. Это тоже собьет его с пантелику. Метод третий. Навчиться реагувати на хамство жартом. Например, когда старая кобыла, молодой человек, не принято так в обществе громко представляться. Відповідати на грубість грубістю легче за все. Вчиться контролювати свои эмоції. Тоді кожен ваш день буде добрим. И вы сами не помните, как життя изменится на краще. Будьте добрейшими, любить один одного, и все за набагато краще. Далі переходим до цієї теми, яку ми анонсували. Трагедія в Непалі. Непал ще один раз сколихнув черговий землетрущ. Правда, зараз сила його була лише 5 балів. Напередодні землетру силою у 8 балів забрав життя 4 тисяч людей. У Непалі зараз перебуває 149 українців. Чотирьох із них евакуували до індійського міста Делі. І ось доля ще 80 наших співвітчизників невідома. Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони відправити в Непал літак для евакуації постраждалих українців. Ну і з нами на зв'язку зараз є виконующе обов'язки директора департамента інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебені. Зараз запитаємо у нього всі подробиці. Пане Євгене, доброго вам ранку. Ви чуєте нас? Доброго. Доброго. Пане Євгене, скажі, будь ласка, що зараз відомо? Яка ситуація? Що відомо про тих 80 українців, які не виходили весь цей час на зв'язок? Є якісь в цьому питанні зрушення? Я хотів би трошки утишнити цифри, тому що водовися зміняється. На цю хвилину нам відомо про 174 громадяни України, які перебували або могли перебувати в Непалі. З них 76 поки що не виходили на зв'язок. Так що, як ви бачите, в принципі, цифра міняється, об'єкт деменшення, а нам вдається зв'язуватися з деякими громадянами. І цифру також хотів би уточнити по евакуюваних. Не 4, а 5 з уточненими даними. Вчора було евакуювано польським бортом до Делі, і далі вони тримуватимуть до Гаршави. Як взагалі, ось, крім того, буде ще приходити евакуація? Ось Петро Порошенко заявив про те, що нададуть літак. Це допоможе? Так. Наш борт Міністерства оборони готує. Я думаю, що протягом найближчих днів вдастся цю виплату здійснити. Проблема в тому, що аеропорт Акманду практично не приймає попришні рейси. І задобити ще кілька, якийсь час, можливо, день-два, для того, щоб повністю або частково початку відновити авіаційне сполучення з Депалом. Пане Ганне, а хто взагалі займається пошуком та евакуацією наших співвітчизників у Непалі? Як це взагалі все відбувається? Ну, по-перше, до Непалу прибув наш консул Дінді, який, власне, входить в його додачу. І пошук наших громадян, і організація евакуації, з кін того, там працює наш причисний консул. Ну, це громадянин Непалу, але від тіхочного консулу України, і, власне, в його резиденції, в його офісі зараз збираються громадянин України, де вони мають можливість отримати, транспортувати і власне спілкувати евакуацію. Ну, і, звичайно, у нас співпраця з місцевими органами влади, які зараз дійснюють пошуково-урякувальні апарації. Можливо, є якась гаряча лінія, куди можуть звертатися родичі, людей, які там зараз перебуваються, якщо вони знають про те, що з ними все гаразд, вони живі і здорові? Так, на гарячу лінію Міністерства закладного справу ми отримуємо дуже багато доньків, як з повідомленнями про своїх близьких або родичів, які перебувають в Непалі, так і з запитаннями. З кожним окремою справою ми розбираємося окремо, і, насправді, можна сказати, що ця гаряча лінія нам дуже допомогла в тому, щоб встановити реальну картину того, скільки ж могло бути перебувати нашим громадян в Україні. Зрозуміло, дякуємо вам. Виконуючи обов'язки директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебойніць був з нами на прямому зв'язку. Дуже сподіваємося, що всі ті українці, які зараз не виходять на зв'язок, які знаходяться у Непалі, вони живі і здорові, тримаємо за них кулаки, і будемо вас також тримати, будемо тримати руку на пульсі у цієї всієї трагічної історії, яка сталася цими днями. Так, кстати, в продовженні сім, ми сьогодні починаємо в нашій програмі ще одну рубрику, це «Привет з фронта». Це прості і ісленні слова тих людей, які кожен день ріскують своєю життю, щоб защість нашу повседневну життя. Ці люди теж скучають по своїм близьким, вони теж нуждаються в нашій підтримці. І вот пример того, як ми видим цю рубрику, ми готові предложити прямо зараз вашому вниманню. С журналистами я общаюсь не в первый раз, все близько обіжаються, ніколи не передавав привета, я постараюсь сейчас исправити ошибку. Хочу передати всем большое спасибо, всему украинскому народу за ту поддержку, за ту помощь, которую ми ощущаємо, знаходясь здесь. Большой привет ШИСУ «Сухая балка» директору, главному інженеру, всем службам маршайдерському делу, всем проходческим участкам, всем славним ребятам-горнякам, которые своим трудом помогають в нашій стране и победити в этой войне. Привет всем моим родным, всем близким, моей дочке Даша, я вас всех люблю, всем привет, всем мирного неба, спокойной жизни, всем добра. Простые слова, всегда немного шероховатые, но самые искренние. В продолжении нашего эфира, что ждет нас с вами дальше? Смотрите, на чем будем останавливаться подробнее. Пять лет на пути к мечте. Президент Петр Порошенко пообещал до 2020 года сделать все возможное, чтобы Украина могла претендовать на полноправное членство в ЕС. Был ли саммит Украины Евросоюз по-настоящему судьбоносным для Украины? Поговорим с первым заместителем министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Еленой Зеркаль. Ну и кроме того, наказание для неприкасаемых. Народные депутаты не привыкли отвечать за свои поступки и преступления. Как призвать их к ответу? И какие санкции могут ждать злостных нарушителей правопорядка? Узнаем у Николая Голомши, первого заместителя Генерального прокурора Украины в 2014 году. Уже совсем скоро. Много интересного, но сейчас вас ждут факты. Они тоже очень интересные. Программа «Утро в большом городе» искренне считает, что ходить по утрам в гости правильно и необходимо, даже если мы это делаем при помощи телевизоров. В каждый дом, в каждый город, в каждую семью. Итак, что в ближайшие несколько минут мы будем говорить? О чем мы будем говорить в этой студии? Внимание, пять лет на пути к мечте. Президент Петр Порошенко пообещал до 2020 года сделать все возможное, чтобы Украина могла претендовать на полноправное членство в ЕС. Был ли самент Украины Евросоюз по-настоящему судьбоносным для Украины? Будем говорить с первыми замминистрами страны взял по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. Наказание для неприкосляемых. Народные депутаты не привыкли отвечать за свои поступки и даже преступления. Как призвать к ответу избранников? Какие санкции ждут злостных нарушителей правопорядка? Мы узнаем у Николая Голомша, первого заместителя генерального прокурора Украины в 2014 году. Уже совсем скоро, не пропустите. Даже если бы вчерашний день был чрезвычайно динамичным, сегодня нужно было утром проснуться рано-рано, только для того, чтобы рассказать вам эту новость. Новость о том, как российский солдат по имени Дмитрий Зубов слил в интернет маршрут движения российских противоави... ну, российских зенитных установок БУК из России в Украину. Дмитрий Зубов, солдат российской армии, выкладывал в социальные сессии фотографии своей командировки на Донбасс. А по дорожным знакам очень легко определить маршрут и направление движения тех самых БУКов, которые он сопровождал. Ну, что я бы ничего не разумел? Я думаю, что... Что-то невмысльно сделала. Нет, я думаю, что... Ну, зрозумел, роблять девчата себе селфи. Я в дорожке, я уже на море, я-то же повертаюсь в море, а это... Ничто человеческое не чуждо, в том числе и российским срочникам. Поэтому вот такая вот фотоподборка появилась. Многие говорят, что это вот себе такое доказательство для суда. Ага. То, чем я хочу поделиться, то, что меня поразило и удивило. Вот после всего утверждают, что денег Януковича за рубежом нет. Вот нету. Так считают в генпрокуратуре. Они говорят, что, дескать, не хранил он деньги в неналичной форме, то есть предпочитал такие крепко сбитенькие пачки купюр, и на зарубежных счетах ничего там не спрятано такого. Для меня это странно, потому что, например, Расран Аваков-то раньше утверждал, что именно на зарубежных счетах бывшего президента и его соратников уже арестовано 6 миллиардов гривен и почти 4 миллиарда долларов. Я не знаю, кто из них знает больше и кто из них знает правду, но, в принципе, вот это противоречие меня в который раз удивляет. Можете просто поговорить между собой? Просто поговорить. Знаете, та информация, которую я нашла, и начала снова популяватися, эта тема относится Надії Савченко, адже вона снова начала голодоваться. Ей собираются отправить до лекарни. Украинская льотчиця голодует уже, как пишут, несколько дней. В связи с этим здоровье, зрозумело, ее погрешивается. Про это поведомил голова Ради справ Людина Росейской Федерации Михаил Федотов. Но мы решили переверить эту информацию, и напереду мы связались с адвокатом Надії Савченко. Миколою Полозовым. И давайте послухаем, что же он нам рассказывал, и как прокомментировал эту ситуацию. Увага. Сегодня эта информация подтвердилась. Она возобновила голодовку, причем это сделала не сегодня, а заранее. Но никому об этом не говорила, для того, чтобы не превращать этот счет в пустой пиар. Сейчас все дошло до той стадии, когда принято решение диспетризировать ее в гражданскую клинику. Ну и, естественно, под охранник. Мотивы очень простые. Она не верит в справедливое расследование. Последние карты, это, конечно же, было предъявление и установление о привлечении в качестве обвиняемой выкачательной редакции с новым обвинением в пересечении границ и, соответственно, с полностью абсурдными утверждениями следствия относительно того, что она якобы залезала на телевышку, оттуда проектировала огонь, и терпеть эту ложь она не может. Поэтому она прибегнула к такой крайней мере. Ну, все же таки, бачите, так, подтвердила. Надея Савченко знову голодует. Друзья, еще одна, кстати, тема, дискуссия, которая ведется довольно на протяжении многих месяцев. Это тема депутатской неприкосновенности, судейской неприкосновенности. Снимать ее, не снимать. Кто-то говорит, что избавление от нее станет витком на пути обретения правопорядка в стране. Кто-то говорит, что это будет шагом к наступлению произвола. Но так или иначе, пока у депутатов депутатская неприкосновенность сохраняется. А что именно она им дает? И вообще, как можно восстанавливать законы в той сфере, на которой, казалось бы, законы не распространяются? Об этом все мы будем говорить с нашим гостем, первым заместителем генерального прокурора Украины в 2014 году, Николаем Голомшином. Николай Иеруслович, доброе утро. Спасибо, что мы шли им. Возможность нам присоединиться. У нас к вам первый вопрос. Итак, как привлечь к ответственности Нардепа, ну, допустим, за административное правонарушение? Он же весь такой неприкасаемый, ничего с ним вроде бы сделать нельзя. Ну, допустим, он нарушил правила дорожного движения. Ему что могут сделать, кроме АТА-ТА? Ну, действительно, народный депутат захищен иммунитетом про недоторканность. И такий парадокс, что есть много моментов, которые не регулированы ни регламентом, ни законом, но притягнуть могут только за сгодой Верховной Рады до ответственности, до будь-якої. Тому, когда стоит вопрос о протяжении до ответственности народного депутата, милиционер может только его остановить, уверен, что он порушил правила дорожного движения, и направить на него материалы до регламентного комитета Верховной Рады. Николай Ярославович, а вот где граница этой самой неприкосновенности? Скажем, идет депутат, да? У него, например, он, ситуация, он пьян, у него оружие, например, да? И он этим оружием начинает угрожать прохожим. Что может сделать правоохранитель, а что правоохранитель в отношении депутата не может сделать в такой ситуации? Первое, когда народный депутат с оружием и не терезом встанет, погрожает кому-то оружие, то его физически можно затримать, проверить его документы. И после того, когда уверены, что он является народным депутат, тогда уже при локализации его противоправной деятельности можно его отпустить. Но то, что депутату не дало право ни физически впливать на людей, ни тиснуть, ни з зброю, это однозначно так. Безперечно, что зброю в него повинен вилучить. А милиционеры потом не уволят за то, что любимую игрушку возьмут? Ні, милиционеры не звольнят. Если вы помните, когда при демократической власти народные депутаты выбивали ногами двери до прокуратуры, и даже били по обличчю и штовхали працівників Альфи, и тогда кричали, что их не можно притягивать до ответственности. И вы, задайте, когда был режим Януковича, как депутат в Гамселу, когда они физически хотели пройти туда или в другое место, когда им было нужным. То есть их физически и штовхали, и усмиряли, и так далее. Поэтому никому не дано право распускать руки, штовхать, чинять другие противоправные действия, потому что это пресекается законом. Депутат не до Туркана, и тогда, когда его нужно притягивать до криминальной ответственности. Вот тогда нужно скировать соответствующие документы, а когда он выполняет противоправные действия, его действия пресекаются в обычном порядке, так как простого гражданина. Ну вот вы говорите, нужен специальный пакет документов. Мы же знаем, что, например, Верховная Рада для того, чтобы дала согласие на привлечение одного из 450 народных избранников к ответственности, прокуратура должна направить, соответственно, ну там прошить. Поданья. Да, поданья. Вот насколько сложно, например, сотрудникам прокуратуры, если вот чисто технически, рассматривать, составить это самое поданья в парламенте? Это не проблемно. Поданья выготовляются буквально на протязи кількох годин и скеруются за подписом Генерального прокурора до Верховной Ради. Есть соответствующие подставы для прекращения повноважений народных депутатов, и среди них есть вирок суду, что до каких вступил законную силу. Поэтому поданья надсилается до регламентного комитета. На протязи 10 дней они разглядают и принимают одни из решений. Чи рекомендуют, чи нет, тогда выносится в сессийную залу и голосуется. Но есть вопрос. Народного депутата не могут притягнуть сегодня до ответственности за то, что он не голосует особо в супереч Конституции, потому что регламентом не предпочено санкции за это. Его не могут притягнуть до ответственности за то, что он перешкоджает главе Верховной Ради проводить заседание. Так же, как и за прогулы и заблокирование трибуны никакого снятия депутатской неприкосновенности не будет? Это как бы норма обычной парламентской борьбы? Есть вопрос. Есть вопрос. Голова Верховной Ради и Верховная Рада как работодавец мает право реагировать по отношению к народным депутатам в плане трудового законодательства. Они перебывают на рабочем месте и если они прогуливают, мают право позбавляти их оплаты за этот день. Это 6100 гривен зарплаты, которые они получают каждый месяц на этом участии. На превеликий жаль. Повертающись до темы подания, чому, если его так легко подать до Верховной Ради, чому истории так мало прикладов, как когда подавали это подание? Что, наши депутаты себя поводят как гарненькие хлопчики? Я думаю, что взагалі есть представа для притягивания до криминальной ответственности, если идут без чинства, потому что депутат соответственно до Конституции керуются и морально-етичными нормами, которые он должен дотримовать. И когда ламают майно, это уже зухвальство, которое причинено на шкода, которое даёт представление притягивания. Я думаю, что это депутатская корпоративность, потому что регламентный комитет обязан надсилать тоди материалы до Генеральной прокуратуры, но такие материалы надсилаются край рідко, и в принципе мне не відомо, чтобы ставилось питание про притягнение до криминальної ответственности, окрім как при режиме Януковича. Там очень серьезно и принципово реагировали по отношению народных депутатов, вы помните, когда были голосования за Харкевские угоды и так далее. А что до народных депутатов, то я пригадую, мы надсилали по Царьову, по Олегу Царьову, и он встыг втекти, по скриптам Верховная Рада уже тогда принимала решение. Проблем никаких нема, когда есть доказы, когда прокурор имеет право скрывать подание до судов. Николай Ярославович, мы уже понимаем, что, например, главный заработок депутата это лобизм. Когда он голосует за что бы то ни было законопроект, когда он их продавливает, вносит на рассмотрение Верховной Рады, и по большому счету, голосование Кнопкадавс за чьи бы то ни было законопроекта, это один из ключевых источников для того, чтобы заработать для народного избранника нетрудовые доходы. Вот, исходя из вашей прокурорской практики, вообще, это возможно доказать продажу голоса, то, что депутат отдает свой голос небезвозмездно, или процедура настолько сложная, что практически неисполнимая? Я думаю, что целиком возможно и наведе и потребно это робить, потому что есть оперативные службы, они документуют не народного депутата, они документуют ту людину, которая лобьюет. А, до речи, за лобьювание настоя адміністративная ответственность соответственно закону про заболевание и против действия корупции и криминальная ответственность по отношению до народного депутата також, потому что он не имеет права надавать преференции и проштовховать будь-якие преференции в интересах тих или других людей або юридичных и чие приклады когда эта норма спрацювала? Мне на моей практике не было такого. А есть такое мнение, что если депутатов лишить неприкосновенности, то это на самом деле большой удар по украинскому парламентаризму, потому что позволит кому угодно давить на депутата. Условно говоря, любой правоохранитель любого уровня низового может вполне себе давить на собственно законотворческий процесс. И насколько я знаю, в большинстве стран неприкосновенность сохраняется. Если сказать про иммунитет и про необходимость, то, конечно, народный депутат, который действует в интересах любого города, своего края, он имеет такую недоторганность, и она позитивно влияет на его работе, потому что его не можно притягнуть до ответственности, бывают разные моменты. Но настолько популістично народные депутаты начали кампании про то, что нужно позбавляти недоторганности, что народ хочет, чтобы было позбавлено президента, судей, народных депутатов. В таком разе также есть позитив. Если сняти недоторганность из всех, то все будут однако и предзаконом. Если не снимать из кого-то одного, это укус комара. Мне кажется, что этого не нужно работать. Спасибо. Николай Голомша, заместитель генерального прокурора Украины, делился своим профессиональным взглядом на то, к чему может привести снятие депутатской неприкосновенности и как нам жить с тем, что она пока еще не снята. Слово Антону. Абсолютно верно. Слово мне. Настало время для светлой части интернета, где происходят абсолютно неполитические и милые вещи. Давайте посмотрим, например, на видео, которое порадовало всю редакцию. Я назвал кенгуру на этом видео Павел. Просто имя понравилось. Не знаю, почему. Да что ты говоришь? Смотрите, такой кенгуру. Во-первых, оно не высшее. Во-первых, оно не высшее. Одного непонятного человека. Ты мощный. Это ж тебе комплимент. Во-первых, оно не такое толстое. Ага. Оно молодое еще, Павел. Паша, я бы на твоем месте это бы просто рахувала У меня нет хвоста. Я работаю над этим, но пока его нет. Ничего не могу с вами поделать. Мы подарим тебе хвост. Вот как плохо, когда рудиментарное вмыв нет растает. Так продолжай. Тебя просили не говорить слово рудиментарное. Итак, Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра. А мы продолжаем вас заряжать позитивной информацией. В Гонконге придумали отличный способ, как бороться с людьми, которые мусорят в общественных местах. Я. Наша Даша Селфа предлагала закидывать мусором их самих, но здесь все сложнее. Ученые подобрали брошенные окурки, палочку из-под мороженого, оставленный мусор, сделали анализ ДНК, после этого сделали фотороботы владельцев, которые, собственно, намусорили и развесили в общественных местах парадные портреты. Дескать, вот эта ходящая, говорящая свинюка, которая здесь так вот напачкала. Я думаю, лучше просто бы какой-то на улице хоть раз уштрафовали, потому что это очень затратный процесс. зато, представляешь, человек, которого развесили, он же потом будет специально ходить мусор собирать. Нет, нет, это не я, что вы что. Это действительно интересная идея. Ладно, поехали дальше. Управлять техникой, согласно мнению ученых, теперь можно силой мысли. Представляете, придумали ученые такой вот шлем, который надеваешь в фильме про мутантов, и все, ты можешь управлять транспортом, самолетиком, например, таким, летают маленькие дроны. Только человеческая мысль. Чтобы мысли превратились в команду, там происходят сложные электронные процессы, исследователь Ликардо Мендес планирует, что вот подобные электронные мозги помогут человеку управлять вообще всеми бытовыми приборами вот в будущем. Слуха, надзвучайно. Прогресс, прогресс. Единственное, что меня беспокоит и что меня вот удивило, а они вообще хоть раз обращали внимание, как ходят девушки по улицам. Вот реально сидит человек в машине, на нем этот шлем, он едет, еду домой, еду домой, еду домой. Ух ты, какие ноги! Дальше себе можете представить, что происходит с машиной. У вас угни, гадный, вы стоите в магазине. Да, у девочек свое. Я в некоторых ситуациях не всегда готов доверять своим мыслям. Например, после хорошего какого-нибудь отдыха или какой-нибудь хороший, ну, как бы это слово-то сказать? Не надо подробности, Павел. Потому что я не знаю, что потом начнет творить дома у меня моя бытовая утварь. Друзья, прямо сейчас в продолжение эфиров рекламы, факты. Возвращаемся затем в эту студию. Есть о чем поговорить. Доброго ранка. Еще раз дякую, что встречаете новий день разом із нами. Это ранок у великому місці. Вы робите абсолютно правильно, а ведь у нас еще важливо, лишь необходима для вас информация. Далее. Те, на чем мы будем зупиняться в нашей студии больше детально. Увага. Вони цикали от киевской хунты и бандерии. Все вбегли в богатую, привитную и щедру Россию. Но реальность их шоковала. Реальное життя преселенцев из Донбасса смотрите в нашем сюжете. Что происходило на презентации нового шоу «Банды Дизель» и кто обозвал нашу Дашу селфи обезьяной? Хотите знать? Тогда дождитесь в утре в большом городе. Ну, утро – это время не только для легкомысленного. Утро – это время для очень даже серьезного. Тем более, что вот Петр Порошенко заявил, что через пять лет Украина может претендовать на полноправное членство в Европейском Союзе. Об этом он заявил по итогу встречи с лидерами европейского сообщества на саммите Украина-ЕС. Кроме того, Европа направит в Украину специальную миссию, чтобы оценить размер необходимой финансовой помощи для страны. Отмечу, что вчерашний саммит в Киеве – это первая встреча такого уровня после трагических событий на Майдане. О результатах саммита для Украины мы будем говорить с Еленой Зеркальзом, министром иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции. Она прямо сейчас с нами на связи по телефону, точнее, она будет совсем скоро. Но, друзья, есть еще несколько тем, которых мы бы хотели с вами поделиться. Мы с коллегами анализировали самые нелепые, самые невероятные события минувшей недели и составили такую свою собственную топ-3 дурости, топ-3 забавности, топ-3 неожиданности. И вот лично в нашу неожиданность это угодили президентские выборы в Казахстане. Кто бы вы думали там победил? Ну, Нурсултан Абишевич Назарбаев набрал 97,7% голосов. Ну, и сам президент очень забавно прокомментировал вот эту свою, скажем так, в кавычках неожиданную победу. Что же делать? Пококетничал Назарбаев. Ну, ладно, так или иначе, это то, что нас удивило, равно как нас удивило и события из России. Ну, как вас, воно заявило очень сильно монет, потому что, послушайте, трое девчат, танцевниц, они отримали от 10 до 15 дип админарешту за что? За те, что они танцевали. Ось, подивите, это видео. Это девчата, танцевниці. Их звинуватили в том, что они от трясли попом, оно, как это в танцах называется, такий собитверкинг, такий танец, то, что они это делали біля военного мемориалу «Малая земля» в Новороссийске. И трьем из них дали вот такий админарешт. Я не понимаю, почему трьем? То есть, три трясли эротично, и это плохо, а остальные три трясли не очень эротично, и так можно. А две остальные делали, это патриотично. Бачите, кто танец танцевал, то их звинуват в том, что они это делали вот в таком месте, біля вот малой людини. Слушайте, на самом деле, полный идиотизм, когда смотришь фотографии вокруг этого мемориала, новая земля в Новороссийске, видно, что весь пляж вокруг этого мемориала завален пустыми бутылками и мусором. Интересно, тех людей, которые не убирают мемориал, их не собираются сажать на 15 суток, а девушек, которые просто станцевали на его фоне, в принципе, под непринужденную песню вот осудили на две недели админарез. Ну, бред, на самом деле. Давайте про следующее удивительное поговорим. Я не знаю, что сделают теперь с этими российскими дизайнерами, может, удавят георгиевской ленточкой, но они напортачили перед 9 мая, то есть готовили прекрасные, там, вроде бы, красивые плакаты, все должно было быть здорово, патриотично. Единственное, что они вот взяли и на этих очень патриотичных плакатах использовали фотографии, вот на этой, как бойца, представили американского бойца, поздравляем с Днем Победы. Здесь вот они взяли флаг, водружение флага американскими бойцами на Гвадалканале и перекрасили его в красный цвет, дескать, на самом-то деле это были советские бойцы. Самые знаменитые американские фотографии времен Второй мировой, во время войны американцев на Тихом океане против Японии. Да. На самом-то деле, видимо, не было у них фотографии, как советские бойцы водружают флаг на Рейхстаге, но они редкие, видимо, очень, поэтому пришлось использовать американские. А вот это вообще немцы во Львове сфотографировались с советской трофейной техникой, да, и эту фотографию разместили как раз таки на бейкборде, поздравляющем с 9 мая. Ну, они дизайнеры, они так бачатся, ну, они творче люди. Знаешь, в чем беда российских дизайнеров? Потому что они в России родились и популярные цвета постоянно черные и оранжевые. Друзья, еще, кстати, мы возвращаемся к теме итогов саммита Украина-ЕС. И с нами на связи заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркали. Елена, доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот самый главный вопрос, как прошел саммит по вашим ощущениям, что он дал Украине? Можно ли говорить о каких-то практических итогах? Ну, безусловно, о практических итогах всегда стоит говорить, ведь саммит дает зарядку на целый год. В финальной декларации саммита фиксируются достижения, а также фиксируются планы, что Украина и страны-члены ЕС и Европейский Союз будут делать в ближайшее время. То, что удалось сделать вчера, это удалось зафиксировать планы Европейского Союза, прислать сюда оценочную миссию, которая будет оценивать ситуацию в Донецке и Луганске, и в дальнейшем формировать уже вопросы того, насколько возможно размещение миссии по полицейской в Донецке и Луганске то, что Украина просит у Европейского Союза. Кроме этого, Европейский Союз вчера зафиксировал значительный прогресс Украины в имплементации соглашения об ассоциации и вообще, в принципе, в продвижении реформ. Я думаю, что для нас был достаточно позитивным этот саммит. А как, например, европейские партнеры официального Киева оценивают выполнение Украины минских договоренностей, которые являются, ну, наверное, таким очень важным краеугольным камнем для достижения как бы мира в стране? Я думаю, что если бы они негативно оценивали минские соглашения, то не было бы решения Европейского Союза прислать оценочную миссию по оценке потребностей Украины в дальнейшем продвижении мира на Востоке. Украина ведь делает все возможное для того, чтобы выполнить минские соглашения. И то, что как бы видят наши европейские партнеры, только свидетельствует об этом. Много очень сейчас наших иностранных гостей, которые сегодня приехали на конференцию в поддержке Украины, уже побывали в восточных областях для того, чтобы сами, своими глазами увидеть ситуацию. И они остались под большим впечатлением от того, что мы делаем для стабилизации ситуации. Елена, последний вопрос. Президент Порошенко заявил, что через 5 лет он постарается, в течение 5 лет Украина постарается выполнить все условия для того, чтобы претендовать на вступление в Евросоюз. Мы видели, как год назад нам обещали безвизовое пространство уже в 2015 году с Евросоюзом. Сегодня об этом речи не идет, оно отложено как минимум до 2016 года. Вот эта оценка 5 лет для достижения такого значительного прогресса, чтобы претендовать на вступление в Евросоюз. Не слишком ли она оптимистична, на ваш взгляд? Я думаю, что если бы все работали так, как работает президент, то мы бы смогли подавать заявку на вступление в Европейский Союз через 5 лет. К сожалению, не все работают так. И то, что мы сейчас не говорим о том, что мы уже получим безвизовый режим, это на самом деле результат недостатка в наших работе, а не ни желание Европейского Союза не предоставить нам этот безвизовый режим. Если бы мы выполнили все технические критерии, необходимые, предусмотренные планом по либерализации визового режима, Европейский Союз бы с удовольствием принял позитивное решение. Но, к сожалению, этого не произошло именно по нашей вине. Программа продолжается. Ну, а продовжуємо ми ось чим. Вони цікали від київської хунти та бандерівців. Цікали вони в багату привітну та щедру Росію. Але, опинившись там, вони зрозуміли, що в багаті Росії їм просто-напросто нічого їсти. Що привітні це не більш ніж чергова пропаганда. А щедрість розповсюджується лише на снаряди та ракети, котрі знищують міста і села України. Реальне життя переселенців з Донбасу в сюжеті наших колег з проекта гражданская оборона. Увага на екран. Сутні українських біженців ежедневно пребувають в різні російські регіони. Жители Донбасу бігут від обстрілів в Росії в последній мушістіна цифра її озвучили федеральні міграціонні служби. Полмільйона чоловік вже перешли границю. Це идеальна картинка вже вже почте год нисходить з екранів мариониточних СМІ Кремля. Добрая Росія принимає українців, збіжавших від преследування київської хунты і безжалостних бандерівців под своє крыло. Чувствуюсь, що значить родина. От родина все. Пам'як показав телевизор огромные пенсии, даты, личные передачи, сильные рейки. Жанна підриває місяць, відбіжав євні. Чем дольше находились українців на территории России, тем більше росло їх зачарования. Обещання не исполнялись, ожидання не оправдалися. Желания становились все скромні. Вам не надо відповідь, ребя, чомусь, вам не надо питання трохи, вам не надо Это женщина увозила своего сына от мифических карателей из Нацгвардии, а угодил он в итоге во вполне реальную российскую тюрьму. На основании отсутствия регистрации его задержали на улице Москвы. Если вы не заплатите нам деньги, то вы его посадите. Я говорю, на каком основании они готовы ему подложить спать? Жизнь украинских беженцев в России – сплошная русская рулетка. Они не знали, куда попадут. Все побросали. Они не представляли, в каких условиях будут жить. Надеемся только на Россию. Без денег едем, без ничего. И даже не догадывались, сколько продлится эта неопределенность. Но даже в самых страшных кошмарах они представить себе не могли, что их бросят на произвол судьбы. Когда выезжали туда, думали, что будет на этом Москве, и что примут, и хорошо. А начали отправлять очень далеко, даже на Сахалин. Туда вот малозаселенные и неосвоенные места. Инфраструктуры, жизни нет. А Донбасс – это индустриальный регион, это мегаполисы. А засылают в село. Это пункт временной регистрации в Ангарске. Закону тут могут жить беженцы, пока не устроятся на работу и не найдут жилье. Но это по закону, который в России чиновникам не пикзал. Они решили сделать рейд, и не один. Они проходили по комнатам. Кто открыл – записали на месте. Кто не открыл – спит человек 12 часов ночи. Он спит. А, значит, его нету, он отсутствует, значит, у него есть куда идти. В испытаниях 70-х концертов числятся только 13 человек. Только они и получают питание. Остальные выживайте, как хотите. Теперь, увидев, что такое русский мир по-настоящему, они осознали, что бандеровцы и хунта – такой же миф российской пропаганды, как и золотые горы, обещанные им в РФ. Украинские беженцы постепенно возвращаются в свои дома. Уже месяц, как представники ОБСЕ, ясно пометили рух людей назад и спостерегаются и сегодня. Настоящее лицо русского мира увидели даже те, кто был слеп, когда террористы бомбили их дома. Россия так и не стала для них матерью. Сейчас она больше похожа на злую мачеху, от которой нужно бежать как можно скорее. Больше про то, как живут поселенцы из Донбасса в России, смотрите сегодня о 20.20 в программе «Гражданская оборона» на телеканале ICTV. А далее в программе «Утро в Большом городе» смотрите новое шоу «Банды Дизель». Кто обозвал Дашу селфи обезьяны? Это и многое другое не пропустите. Скоро будет. Сразу после рекламы факт возвращаемся. Залишайтесь с нами. Здравствуйте. Времени мало, поэтому сразу с места в карьеру в эфире «Утро в Большом городе» программа, для которой точки надьет наш конек. Давайте поэтому прямо сейчас, что ждет в ближайшее время, почему Кремль хочет, не хочет и, главное, не может кормить так называемые ДНР и ЛНР. Расставлять точки будем как раз совсем скоро в нашей программе. Даша селфи расскажет вам о дизель-шоу, самом смешном шоу, которое стартует в мае на нашем канале. Что интересного происходило в закулисье? И главное, кто делает это шоу, вы узнаете совсем-совсем скоро. Так, все правда. Ну а якщо у вас є якісь запитання, якісь теми, які ви не розумієте, і в яких вам потрібна наша допомога, то надсилайте всі ваші запитання та теми для нашої програми. Наприклад, на мою поштову скриньку на Укринет. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. І вже, можливо, завтра ми почнемо наш ефір саме з того, що ви запропонуєте нам. Ну а ми напередодні подивилися і вибрали для вас таку дуже цікаву підбірку топ-дурощів минулого тижня, яку підготували наші коллеги з програми «Дістало». Три найбільш цікаві, найбільш яскраві, на мій погляд, дурощі ми пропонуємо і ваші увазі. Тож, увага на екран. Енаїда під табу. В окупованому Луганську класичну поєму Івана Котляревського оголосили нацистською літературою. Під заборону потрапила і світова класика. Не пощастило роману про пригоди бравого солдата Швейка, який прирівняли до творів Гітлера та Гебельса. Загалом, під приводом боротьби з коричневою чумою, з українсько-канадської бібліотеки вилучили понад 30 тисяч книжок, а сам заклад закрили за пропаганду українського націоналізму. За два десятка років, що пройшли з моменту діяльності центра, на цих історичних поділках виросло не одне покоління націоналістів – ярих поклонників Бендери і Шухєвича. Головним борцем із книжками виявився псевдоісторик Юлій Федоровський. І у робочий час він займається плагіатом, а вечорами бавиться полуничкою. Достойна кандидатура, аби оцінювати гені Котляревського. Росіяни знайшли новий привід для окупації Донбасу. Боєвики з позивним «Монах» запевняє, що рятує місцеве населення від Антихриста, який засів у Києві. І лише самопроголошені республіки – осередок добра та світла серед цього царства мороку. От тільки заяви про духовність в окупації суперечать візиту до Луганська відомого порнорежисера П'єра Вудмана. Геній Полунички приїхав на Голодний Схід шукати героїн для нових фільмів. А його візит перетворив ледь не на подію року. Навіть кастинги з претендентками демонстрували на своєму телеканалі. Воно й не дивно, під прикриттям православ'я бойовики нарешті знайшли свою нішу у світовій економіці. Я не я, ракета не моя. Раніше росіяни не визнавали присутність власних військ на Донбасі. Тепер намагалися відхреститися від ракети, яка не захотіла летіти у стратосферу. Керівництво космодрому Пласецьк, де трапився інцидент на запитання, хто здійснював запуск, лише розводило руками. Аналогічно вчинило і командування ракетних військ. Лише після тривалого розбору польотів ракета не вдах, а таки знайшла свого господаря. Ним виявився державний концерн Алмаз-Антей, який визнав провину. Без злату власній оселі не заважає росіянам шукати життя за межами планети. До цього навіть нові літальні апарати у космос запускають. Навіть якщо їм вдасться покинути межі космодрому, незрозуміло, яким чином знайдуть прибульців ті, хто не може знайти на Донбасі тисячі власних солдатів. І ракети, котрі падають чи не щодня. Так, давайте розпочнемо із поганого. Що поганого? Це те, що Надія Савченка відновила голодувати. Це дуже погано, але вона, адже ми всі схилюємося за стан і здоров'я, зрозуміло, що чергова голодування їй на користь не піде. Ну і ще одна новость, яку сложно віднести к категорію хороших, це то, що так називаємий кримський парламент вирішив, що кримчані, які брали кредит в українських банках, можуть їх не повернути. Це погано, тому що річ йде о сумі в 2 мільярда доларів. А во-вторых, це погано, тому що очередной виток на цей раз уже финансового безпредела в отноші української фінансової системи. Следуюча новость, яку я считаю, лично я, плохою, то, що в Росії три танцовщицы получили от 10 до 15 суток ареста за то, що, дескать, слишком іротично використовували движення, коли танцевали. Це називається скандальний танец «Тверкинг». Девушки исполняли його на фоне военного меморіала і, власне, решили, що треба обязательно наказати. Арештувати, адмінарештувати за це. Ну, просто якась майже. Я навіть не знаю, де границі безумия, хоча, насправді, класика доказує, що у безумия ніяких границ таки немає. Тепер хороше. І то, що нам подобається, то, що ми сочли, необхідним вам розказати. Начнеш? Абсолютно. Друзі, я думаю, все помнят цю історію з тим, що «Ночні волки», там, личні байкери Путіна, ручні волки, як їх называють, хотіли устроити автопробіг по Європі в честь Дня Победы. І в тому, що вийде, приїхала вся ця веселая свора к границі з Польщою, поляки кажуть, звідки, милі люди, ось ви, 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 ви все, ви не в'їжджаєте на територію Польщі, у вас аннулировані визи. Все, все свободно. І вони там, естественно, начали розказувати, ну, їх лідер, хірург, я сказав, а ми по одному поїдемо, от, хитро. Йому вежливо намекнули, що, извините, звісно, ви подавали весь список своєго автоклуба, тому, от, фамілії, треба нових набирать. Це прекрасна новина, як на мене. Це добре, що хлопцям плану садили. Ще хороша новина, як на мене, це те, що російський солдат злив маршрут, як перевозили протиповітряні установки БУК влітку минулого року з Росії до України. Головне, увага, що серед цих БУКів був саме той, який збив малазійський Боїнг. Ця новина, безумовно, хороша, і це такий, знаєте, щоб ще один доказ провини Росії і в знищенні літака малазійського, і в участі в війні з Україною. Ну, ви ти сам взяв і злив. Куди фотографії викладав? Ось тобі. Нічого, знаєте, складного. Хорошо, ти департівник-дурак. Так, кстати, ну, от, в мене, от, следуюча новость, ми лично зробимо і утро, це новость о том, що 27-летнього жителя Казахстана суд казахстанский приговорил к трьом годам лишения свободы за то, що он уехав воєвати в рядах так называемой ДНР за русский мир. 27-летний житель города Атырау уехав, собственно, Донецк, незаконно пересек границу, с оружием в руках воевав против украинской армии, а по возвращении его ждали не лавры героя, а судебное тюремное заключение. На мой взгляд, так хорошо, потому что статью за наемничество никто не отменял. И это стоит помнить не только жителям Казахстана, но и гражданам, в том числе и России. Отличная новость, справедливость в этом случае восторжествовала. Еще одна отличная новость от меня, друзья. Телеканал АйСиТиВи запускает новое юмористическое шоу. Звездные шоумены, отличные комики все будут вас радовать великолепным бытовым юмором. Как они к этому готовились? Что происходило за кулисами, все вам расскажет наша Даша Селфи. Совсем скоро на канале АйСиТиВи стартует самое смешное шоу – «Дизель-шоу». Лучшие комики подготовили для вас обалденный концерт, который вы увидите первыми. Ну, а я уже побывала за кулисами. Смотрим. Привет, мои хорошие. Я на «Дизель-шоу». Я так долго ждала этого дня. Они такие няшные. Мне, например, начинается Женечка, Егор… Да что? Чуваки, смотрите, что я нашел. Что это? Камерка на улице валялась. Так, давай, домой его, слушай. Это ребята из «Дизель-шоу». И сейчас мы о них узнаем. Все. Как вы настраиваетесь перед выходом на сцену? Надо сначала успокоиться. Мы пьем. Выглядит это очень интересно. Вот так. А не слышно, да? Сейчас запах не передается. Вы тоже выпили? Нет, пока нет. Хотите, я вас обниму, чтобы вы не волновались? Давайте. Эх, обнялись все. И вот так вот по спинке друг друга. Хорошо, что я не пью. Меня никто не хлопает после этого. Жень, мне очень хочется вас обнять. Можно я вас обнимаю? Да, пожалуйста, если… Вообще, вы такой хороший. Я прям влюбилась. А мы можем сейчас вместе придумать какую-то шутку? Конечно. Но ты должна сначала выучиться на сценариста. Ты должна пройти через постель продюсера. Кстати, я продюсер. Ну, я думаю, ты уже в курсе. Ты уже в Верховной Раде побывала. Это тоже шоу-бит. Но я не через постель. Нет. Нет. Напрасно. Я вам просто сейчас называю слово, и вы пошутите. Обезьяна. Сама такая. Конечно. Давайте о любви. О любви к чему? К женщине. Любовь зла? Полюбишь. Успокойся. Нечего перебирать. Не то время. Анекдот. Давай, анекдот. Анекдот. Знаете, почему блондинка открывает йогурт в магазине? Потому что написано открыть здесь. У меня вопрос. Почему вот волосы растут так медленно, а корни отрастают быстро? Я не знаю. Смех подложите потом. Это жестко. Женщина, да, есть? Да. Активную женщину. Да. Видишь шоу? Лучшее. Дизель шоу будет веселить вас уже скоро, а Нескафе Классик бодрит с утра уже сейчас. Итак, поехали смотреть, что у нас за сегодняшнее утро было такое, эх, веселое и интересное. В первую очередь я вам хочу показать следующее видео. Думаете, вот легка профессия оператора на телевидении? Нет. Иногда бывают такие ситуации, когда уж и засмеялся бы, и, не знаю, там, закричал и убежал. Но нет, стой, снимай. Вот смейте, он так понравился этой лошадке. Привет, жеребчик. Хочешь? Слышать. Я расскажу тебе. Ну, скажем так, Антон, не гей озвучки, но, в принципе, это видео в особенных комментариях не нуждается. Ну, посмотрите, он ей так понравился. Иди сюда, иди сюда. Мне больше нравится. Я работаю. Дорогая, я не могу сейчас говорить. Вот ему просто подобается. Да. Я покажу тебе за ушко. Вот тут его проняло. Ну, между прочим, это называется профессиональная преданность, понимаешь? Вот, несмотря на что, не отвлекаешься, делаешь то, что тебе, в принципе, велено по, ну, как бы, по сути своей профессии, понимаешь? Вот ты бы так смог. Я нет. Ты бы стоял, снимал себе какие-нибудь селфи, на телефон был, лупил, да, а тебя в этот момент... Ты что-то из личной жизни сейчас рассказываешь, потом об этом поговорим. Кто она? Она, кобыла. Да, я понимаю, что кобыла. Кто она? Жеребник. Привой, кобылся. Сразу делали ставки. Поэтому вы тоже сейчас прикиньте внутренне для себя, кто же победит. Теперь смотрите правду. Итак, огнемет против водомета. Давай, давай, давай. Но... Вот у огнемета был шанс. Но нет. Но нет. Кто ты придумал? Кто-то очень умный, я тебе говорю. На самом-то деле, если так честно, то бой огнемета против водомета – это Кличко против Анастасии Волочковой. Вроде бы звучит громко, но результат понятен заранее. Ладно, поехали дальше. Плавучие солнечные батареи нас очень удивили, потому что это вот то будущее, которого все ждали. В Японии на одном из озер устроили такую громадную плавучую солнечную батарею, которая 90-20 соседних домов обеспечивает энергией. Там очень много этой энергии получается. Там 3300, очень много киловатт-часов в год. Очень круто, на мой взгляд, потому что именно такое будущее дает надежду на то, что мы все-таки свою планету не разберем на запчасти. Слушай, а там в своем озере есть, какая-то там поживная? Теперь нет. Рыба, все-все-все. Ты никак там не загрожил им? Не знаю. Ну, я думаю, японцы очень бережно относящиеся к своей природе тысячу раз об этом подумали. Посмотрим. Ну, то где я спокойно. Ты согласен со мной? Да. Пикивай. Хорошо, поехали дальше. Следующее видео, которое я вам хочу показать, я не могу сказать, что оно уникальное, но просто оно настолько милое, что вот, ну, даже мое жестокое сердце любителя всяких хыханек, да хаханек, оно растаяло. Смотрите, как мило смеется, заразительно смеется этот ребенок. Смейтесь так в течение всего дня. Рекомендуем. Ну, покажи, покажи. Это джубик тут очень. Я понимаю, почему у тебя мимиметр зашкаливает, понимаешь? Ну, смотри, ну, клевый же. И вот так вот радуется, потому что просто надуванчик поддули, все, у него счастье. Вот такое каждый утро показывает, видимо, хорошее настроение будет. Та-то тут тоже не с ума, и на самом деле, да, дети наши все. Я хотела бы от після такого вот хорошего, позитивного відео перейти до серйозної новини. Жити під прапором Росії, але харчуватися за рахунок Києва – це ось такий собі ідеальний сценарій для бойовиків. На окупованій території люди голодують, не маючи засобів до існування, а вина, як завжди, звичайно, київська хунта. Але куди ж зникають податки жителів так званих ДНР та ЛНР про подвійні стандарти, пропаганди та русский мир, розкажуть прямо зараз журналісти програми проекту «Антизомбі». Увага на экран. Сила, жесткость, охват, и чтобы Новороссия вернулась в Россию. Возник политический субъект под названием Новороссия, и он будет оказывать огромное влияние на всю Украину и вообще на весь русский мир. Они обещали русский мир и не обманули. Говорите, говорите правду. Гуманитарная помощь, где она есть? Ничего не получаем. Разрушенные города, повальная безработица и космические цены на самые необходимые продукты питания. Я не знаю, на чого не сподівались, бо це була дійсно суто російська пропаганда. Ніхто нікого ніде не отримує. Наприклад, які самі шахтарі, яких Україна отримувала всі 23 роки, вони мали б знати, що Росія позбувалася субсидій на Огенну Валусь ще в 90 років. І канали пропаганди активно взялись кормить народ двойными порциями сладкого вранья. Так і не дождавшись денег от Киева, власти Донецкой і Луганської областей на цій неділе самі начали виплачувати пенсії. В відвічі от офіційних українських властей, вони не можуть себе позволити, щоб старики умирали з голоду. Кремлівська пропаганда, обіщавшая людям золоті гори, быстро нашла виновата. Обвинили українські власти в соціальному геноциді. Именно так расценили рішення Киева не виплачувати пенсії і пособи жителям Донецької і Луганської областей. Общественні організації Донбасса призвали президента України Петра Порошенка, верховну раду і кабінет міністрів України, цитата, не обрекати стариков у всіх нуждаючихся на голодну смерть і нищенське существовання. Оказывается, деньги людям должен вовсе не Кремль, который це все затеял, і даже не Плотницкий з Захарченка, а Київ. Вот только куди деваються налоги, які люди з оружіем собирають на оккупированних територіях? Ми зараз, тільки зараз, получили інформацію, що в цьому місяці все налоги залишаюся вже у нас! Вони не залишаюся у Київу! І почему на фоне їх показного шика рядом голодають люди? Неужто все істратили на нову машину жене террориста Моторолы? Кажется, все осознали і жители подконтрольних террористам районів. Ось і голий, і голодний, розбита квартира, дом розбитий в деревні. Я жрать хочу, я пенсії вже седьмой місяць не получаю. Ще год назад ці люди получали пенсії і кожен день ходили на роботу. Іх діти віддіхали в летніх лагерях і ніколи не думали, що будуть трудитися за еду. Дарому хлопку 12 років, він працює в школі качагаром. Іх кормять і дають їм там якийсь паєчок, а ми що? Але по телевізору пообіщали русский мир. І русский мир пришел. А вместе с ним голод і разруха. І на голодний желудок сказки о процветаючих молодых республиках по федеральным каналам смотрятся уже не так убедительно, як раньше. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Для мене вони произвели огромное впечатление. Особенно тот, який покажем зараз. Важно сохранять, щоб це було не просто факт історії, а ощущение важности, понимання того, як це переплелось нашими судьбами. Сейчас в Україні теж війна. І це повід в очередний раз вспомнить о той цені, яку заплатили наші дедушки, прадедушки. Довольно слів. Смотрим ролик. Дед, привет! С праздником тебе, дедушка! Ты как там, готовишься? Спасибо, внук. Хорошо, що получше. Питель погладив ордена при мене. Слушай, дед, я тут хотів сказати тебе… Знаю. Ти де храниш? В льому. Под сердцем. Ти там шапку надел? Надел. З днем победи, дедки. Слава Україні! Слава Україні! Я думаю, що ми сьогодні теж слухаємося слова тех людей, які на фронті захищають нашу с вами страну. Ми в нашій програмі запускаємо рубрику «Привіт з фронта». Це слова тех людей, які в окопі, які жертвують дуже многим із привычних к нам всім бытових радостей, для того, щоб ми как раз этими радостями могли наслаждаться. Прямо сейчас пример того, які слова будуть звучати в нашому ефирі за дня в день. С журналистами я общаюсь не в первый раз. Все близько обижаються, я никогда не передавал привета. Я постараюсь сейчас исправити ошибку. Хочу передати всем большое спасибо, всему украинскому народу за ту поддержку, за ту помощь, которую мы ощущаем, находясь здесь. Большой привет ШСУ «Сухая балка» директору, главному инженеру, всем службам маршайдерскому отделу, всем проходческим участкам, всем славным ребятам-горнякам, которые своим трудом помогают нашей стране победить в этой войне. Привет всем моим родным, всем близким, моей дочке Даша, я вас всех люблю, всем привет, всем мирного неба, спокойной жизни, всем добра. Насправді, така підтримка потрібна, як ніколи, як і потрібна вам та інформація. За даними Синоптюки, зараз за вікном нашої студії, тут у Києві плюс 14 градусів, а в день повітря прогріється до 23. Весь день буде сонячним, гарним, дуже приємним і ясним. Тож, отягайтесь відповідно до погоди і тримайтеся. Побачимось уже завтра о 6.30 на телеканалі СІТІВІ, щоби знову розповісти вам усе, що важливо і все, що вам потрібно знати. Побачимось. Шорти плавки і на пляж? Так, ну аж не так буде. Побачимось.